Здравствуйте, мои дорогие любители видеоигр. За окнами международный женский день, с чем мы наш прелестный пол и хотели бы поздравить, пожелав им оставаться такими же прекрасными и любящими нас. А кроме того, на дворе еще и среда, а значит самое время для нового выпуска игровых новостей. За последние дни произошло много интересного. Так вышла новая The Outer Worlds, а еще анонсированы духовный наследник F-Online и сиквел City Skylines. В общем, устраивайтесь поудобнее, наливайте компота, подписывайтесь на канал, жмите на кнопки лайка и колокольчика, а еще обязательно перейдите в наши соцсети в описании и закрепленном комментарии. Давно блогер сравнил Atomic Heart 2018 года с игрой, которую Manfish в итоге представила в 2023. Как оказалось, игра могла получить стильное интро, погружающее в атмосферу альтернативного СССР. На KidGames заметили, что Gaming Mix опубликовал удаленное интро Atomic Heart. Ролик начинается с общего плана рабочего места и небольшой сценки с близняшками, а затем делается фокус на экране. Подкосил ясь конюшину демонстрируют жизнеутверждающие кадры, а затем показывают темную сторону мира Atomic Heart. Надежда на светлое будущее тоже есть. Manfish прорекламировала небольшую экранизацию Atomic Heart. Длительность лайф-экшен адаптации чуть более 4 минут. Главный герой ролика Shutter Authority знакомится с основными видами противников Atomic Heart поближе. Доведется пострелять, вступить в ближний бой и воспользоваться перчаткой. Комбинации способностей и работа кулаками в наличии. Зрители довольно высоко оценили работу Shutter Authority, но просмотров пока не очень много. Порядка 49 тысяч. Издательство Private Division и студия-разработчик Obsidian Entertainment объявили о выходе The Outer Worlds Spacers Choice Edition на ПК, Xbox Series X и S, а также PS5. В эту версию игры включены все официальные DLC. Рекомендованная розничная цена составляет 59,99 евро. До 21 марта можно приобрести со скидкой за 48 евро. В России игра недоступна, однако ее можно купить в Казахстане примерно за 3499 рублей. The Outer Worlds Spacers Choice Edition – это ремонстрированная версия ролевой игры с видом от первого лица, выпущенной для консолей последнего поколения. Те, кто уже приобрел базовую игру и оба DLC, могут приобрести The Outer Worlds Spacers Choice Edition всего за 10 евро. Леонард Боярский, содиректор игры, выразил свою радость по поводу релиза. Spacers Choice Edition – это наиболее полный способ погрузиться в эту замечательную ролевую игру, как для новичков, так и для тех, кто уже изучил каждый уголок Халсиона. Я не говорю это только потому, что совет директоров оплачивает мою зарплату. Тим Кейн, другой директор, добавил. The Outer Worlds Spacers Choice Edition предлагает улучшенную графику и производительность, увеличенный уровень сложности и на 100% меньше оберток. Издание включает в себя несколько улучшений, которые придадут игре более высокое качество и захватывающий геймплей. Обновленная версия для консолей последнего поколения предлагает улучшенную окружающую среду с более качественными материалами во многих областях. Улучшенный искусственный интеллект, включая выбор наиболее подходящего пути для неигровых персонажей. И новые анимации для рейдеров, а также улучшенные графические эффекты, которые позволят игрокам насладиться игрой на полную катушку. Игроки также оценят новую синхронизацию губ, улучшенную лицевую анимацию и точность шейдеров волос и кожи. Они помогут вдохнуть больше жизневых любимых персонажей. Наконец, игра не только выглядит лучше, но и работает качественнее, благодаря оптимизированной производительности и уменьшенному времени загрузки. Один из пользователей Reddit обратил внимание на то, что в новый список игр с сильными и независимыми женщинами, сформированным в честь месяца женской истории в Game Pass, появилась My Friend Peppa Pig. Это могло произойти по ошибке, поскольку алгоритмы притащили в раздел также City Skylines, отмечает один из комментаторов. Но большая часть комментаторов шутят по поводу попадания свинки Пеппы в раздел «Сильные женщины» и пишут, что Пеппа в одиночку управляет собственной вселенной и отвечает за бекон. Анонсировано Pax Day, многообещающий ММО-проект в фэнтезийном мире из «Легенда короля Артуре», отличающийся отсутствием NPC. Визуально впечатляющий проект создается на движке Unreal Engine 5, а за создание отвечает студия Mainframe Industries, состоящая из около 70 сотрудников в офисах в Хельсинки, Реки-Явике и Париже. Среди них есть ветераны CCP Games, EF Online, Remedy и Blizzard. Похоже, успех проекта во многом будет зависеть от привлечения большого количества игроков. Ведь именно пользователи будут приводить в движение все элементы экономики и строить города. Ключевым фактором должна стать проработанная система ремесел. По мере развития персонажи будут специализироваться в одном аспекте, поэтому им потребуется помощь в других элементах системы. А значит, нужно сотрудничать и заказывать материалы, создавая задания для других. Будет немало классических элементов, таких как магия, ПВП в специальных зонах, сражения с монстрами и очистка подземного мира от врагов. В игре не будет классов персонажей, и похоже, навыки владения оружием будут приобретаться при его частом использовании. Это будет сделано в стиле Guild Wars 2 и New World. Звучит амбициозно, но знакомо, ведь творческий директор Рейнир Хардерсон – один из оригинальных создателей EF Online. Дата выхода и платформы неизвестны. Во время шоу разработчики рассказали о вдохновении Genshin Impact, по крайней мере, когда речь идет о стриминге на различных устройствах, включая мобильные. Покорять виртуальные миры – это, конечно, интересно, но еще интереснее их создавать. Каждая игра состоит из деталей, которые требуют тщательной проработки. Предметы, оружие, персонажи, окружение. Чтобы все это создать, нужно отучиться пять лет в университете, пройти стажировку в хорошей компании и затем отработать в ней несколько лет, чтобы набраться опыта. И спустя годы, возможно, вы сможете создавать свои собственные игры. Что, слишком долго? Ну тогда можете просто записаться в онлайн-школу Nowhere School, где как раз проходит бесплатный курс по основам 3D-моделирования для игр. Курс длится всего неделю, чтобы любой желающий смог попробовать свои силы в этой сфере и добиться результата в короткие сроки. Продолжительность всех уроков всего 4 часа. При желании его можно пройти за день, а можно не торопиться и делать в своем темпе. Все уроки записаны, а это значит, что можно заниматься когда угодно, нужен только компьютер и доступ в интернет. Кроме того, все записи и материалы курса остаются у вас навсегда. Не бойтесь, что у вас что-то не получится. В течение курса вас будут поддерживать и консультировать кураторы школы, а также они дадут рекомендации по улучшению вашего проекта. За время курса вы подробно изучите интерфейс программы Blender, технику блокинга формы, научитесь работать с полигональным моделированием и созданием лоу-поли моделей под игры, работать со светом и настройками визуализации, чтобы красиво подать модель. В итоге вы создадите свою первую 3D-модель топора или другого оружия для игр. И все это абсолютно бесплатно. Даже программа Blender, которая используется на курсе, официально бесплатная. Плюс она не требовательна к железу, но при этом в ней можно создавать потрясающие вещи. Будь то персонаж, автомобиль или космический корабль, все зависит от вашей фантазии. Конечно, за неделю невозможно стать профессионалом, но можно понять, хотите вы этого или нет. Если после создания топора вы решите развиваться в 3D дальше, вы сможете продолжить обучение на продвинутых курсах. Если вы хотите попасть в геймдев или просто научиться моделировать, начните с бесплатного курса, который поможет вам сделать уверенный первый шаг в этой сфере. Чтобы принять участие в курсе, а также узнать дату старта ближайшей группы, оставьте заявку по ссылке в описании, после чего вы получите все организационные подробности. Места на курсе ограничены, чтобы кураторы могли выделять достаточно времени каждому ученику. Поэтому поспешите занять место в группе. Анонсирован самый реалистичный градостроительный симулятор City Skylines 2. Новый проект студии Colossal Oda заявлен для персональных компьютеров, а также консолей PlayStation 5 и Xbox Series. В рамках презентации Paradox Announcement Show финская студия Colossal Oda и издательство Paradox Interactive анонсировали градостроительную стратегию City Skylines 2. Разработчики называют продолжение оригинальной City Skylines революционным, обещая самую реалистичную симуляцию большого города из когда-либо созданных. Вот как звучит официальное описание проекта. Ваш город будет развиваться так, как решите вы. Динамичный и меняющийся мир принесет вам как вызовы, так и награды. Используйте креативность и стратегическое планирование, чтобы превратить ваш город в процветающий мегаполис, привлекательный для бизнеса и туристов. От спальных районов до шумного центра города ваши возможности безграничны. Пройдите через все трудности управления целым городом, не забывая о нуждах жителей. Релиз Skylines 2 состоится в 2023 году на ПК, Xbox Series X и S и PS5. Игра сразу попадет в каталог Game Pass. Первый сезон четвертой главы Fortnite подойдет к концу 8 марта, после чего Epic Games традиционно сделает небольшой перерыв и запустит второй сезон. Кроме нового боевого пропуска, большого количества обликов и изменений карты, игроков, похоже, ждет еще одно большое изменение. Согласно нескольким слухам, вскоре можно будет поиграть в Fortnite в режиме от первого лица, что приблизит игру к набирающим популярность Apex Legends и Call of Duty Warzone 2.0. Пока это не официальная информация, но утечка за три дня до выхода нового сезона может оказаться вполне правдоподобной. Если это произойдет, Fortnite может привлечь еще больше фанатов жанра королевской битвы. Один из источников информации — ведущий датамайнер игры Hypex. У него более 2,5 миллионов подписчиков в Twitter. В Fortnite в следующем сезоне появится режим от первого лица. Эту новость мне подтвердил все тот же надежный источник. Со своей стороны, другие датамайнеры также получили подтверждение, говорит инсайдер. Gearbox Publishing и Gunfire Games представили новый класс в Remnant 2 в сотрудничестве с IGN. Этот класс называется Стрелок, Ганслинга, и очень полезен, когда вам нужно стрелять в безбожные орды врагов, которые будут на пути при прохождении процедурно-генерируемых уровней игры. Стрелки — мастера обращения с оружием. Они — образец скорострельности, кроме того, обладают способностью генерации патронов. Главный дизайнер Бен Куритон поделился информацией о классе. Итак, Стрелок в Remnant 2 — это все об оружии. Они — мастера обращения с оружием, скорострельности и генерации патронов. И фишка Стрелка заключается в том, что он постоянно переключается с одного оружия на другое. У них редко заканчиваются патроны. Это все еще может случиться, но гораздо реже, чем у других классов. И стреляют они в среднем намного быстрее, чем все остальные классы в игре. Они просто разбрасывают пули повсюду. Стрелок заменяет культиста из предыдущей игры и предназначен для того, чтобы пули постоянно резали воздух вокруг супостатов. Однако он отличается от культиста прошлых лет и более склонен к нанесению урона, чем к гибридным возможностям поддержки. Напомним, Remnant 2 — это продолжение игры Remnant from the Ashes, в которой выжившим представителям человечества предстоит сражаться с новыми опасными тварями и богоподобными боссами. Игроки должны проходить сложнейшие испытания, полагаясь на свои навыки и помощь друзей, чтобы не допустить истребления человечества. На сходках фанатов можно уловить запах любви к объекту их обожания, который перебивает основные правила гигиены. Японская актриса о звучании Рия Токахаси, известная по работе в аниме «Этот замечательный мир», а также в играх Райзиру «Геншин Импакт» призвала поклонников выйти из зоны комфорта и принять ванну. Перед встречей с фанатами Токахаси опубликовала рукописное руководство со списком рекомендаций. Она посоветовала прихватить с собой пауэрбанк и маленькую сумку для ценных вещей, а также уделить внимание своей гигиене. В правом нижнем углу рисунка на инструкции изображен человек, моющийся и подстригающий ногти. Токахаси пояснила, что такие меры помогут избежать неприятных запахов, которые могут оскорбить других людей. Она также попросила избегать использования романтических средств, которые также могут причинить дискомфорт окружающим. Большинство фанатов оценили руководство Токахаси и нашли его забавным. Однако, судя по комментариям, не все готовы следовать рекомендациям актрисы. Да, нелегка доля геймеров-анимешников. Они собрались траву потрогать, а их мыться заставили. Недавно, во время презентации, Paradox Interactive анонсировала симулятор жизни Live by You. Компания не сообщила много информации, кроме того, что над игрой работает ее новая студия Paradox Tectonic. Во время презентации были показаны очень короткие игровые эпизоды. Одни в домах, другие на улице. Неизвестен даже год выпуска и платформы, на которых мы сможем в нее играть. Все подробности об игре будут представлены 20 марта 2023 года, во время специального мероприятия. Впрочем, по показанным кадрам можно окрестить игру не иначе, как убийца Sims. По информации известного инсайдера Тома Хендерсона, превью сиквела Dead Island выйдут несколько раньше официального релиза. Он сообщает, что журналисты смогут опубликовать свои первые впечатления об игре уже на следующей неделе, и они будут скорее положительными, чем отрицательными. Стало известно, что 13 марта различные игровые издания и журналисты опубликуют свои мнения о Dead Island 2. В своих материалах они детально расскажут об игровом процессе, проведя за игрой несколько часов или же пройдя ее. Согласно информации Хендерсона, некоторые из них уже положительно отозвались о геймплее Dead Island 2. Они отмечают интересную систему расчленения и общую динамику сражений с зомби, однако окончательное мнение будет сформировано ближе к дате выхода игры. Дебют Dead Island 2 запланирован на 21 апреля, и она будет доступна на ПК и консолях. Основатель студии Embark, бывший глава DICE, представил свой новый проект в конце сентября, и недавно позволил журналистам опробовать раннюю версию многопользовательского шутера The Finals. В их обзорах был выделен необычный, безумный, непредсказуемый и неистовый игровой процесс. Наиболее впечатляющей механикой оказалась разрушаемость. Практически все строения объекта в игре можно уничтожить, и это можно активно использовать в боях. В игре отсутствует карта, но члены вражеской команды немного подсвечиваются, так что их можно легко заметить. Цель каждого матча в The Finals довольно проста – заработать больше денег, чем вражеская команда. Это можно сделать, убивая противников или выполняя различные задачи на карте. Вчера, 7 марта, началось закрытое тестирование The Finals в Steam. Оно продлится до 21 марта, и подать заявку могут все желающие. Hogwarts Legacy для PS4 и Xbox One перенесли на месяц. О том, что релиз Hogwarts Legacy для PS4 и Xbox One состоится на месяц позже, студия Avalanche Software сообщила у себя в соцсетях. Изначально игру собирались выпустить на пастген-консолях 4 апреля, однако теперь она выйдет на них 5 мая. Разработчики объяснили перенос тем, что им потребовалось больше времени на то, чтобы оптимизировать экшен-РПГ под PS4 и Xbox One. Релиз Hogwarts Legacy для ПК, PS5 и Xbox Series X и S состоялся 10 февраля. За две недели продажи тайтла превысили 12 миллионов копий. Том Хендерсон раскрыл несколько новых слухов о GTA 6, утверждая, что игра будет доступна только на консолях текущего поколения, таких как PS5 и Xbox Series X и S, и не будет выпущена на PS4 и Xbox One. Ссылаясь на слухи, распространяемые датамайнером TES2, Том Хендерсон подтвердил, что GTA 6, похоже, планируют выпустить их в 2024 году. Он также упомянул, что конкретная презентация игры может состояться в четвертом квартале 2023 года, но не на E3 2023. По моим источникам, одной из главных причин задержки релиза является то, что Rockstar Games планируют выпустить игру только на платформах текущего поколения. Они перенесли дату релиза на 2024 год, чтобы обеспечить большую аудиторию владельцев новых консолей и, следовательно, увеличить продажи игры, сообщил Хендерсон. По сообщению TES2, разработчики могут сократить некоторый контент, чтобы выпустить игру в срок и выпустить оставшийся контент в виде DLC. Кроме того, недавно рэпер 50 Cent загадочно намекнул на скорое появление новостей о GTA 6, хотя официального подтверждения этой информации пока нет. Моддинг-специалист UU The Box выпустил обновленную версию модификации Customizable Cameras Mod для Hogwarts Legacy, который добавляет возможность игры от первого лица. Благодаря этому моду пользователи ПК могут испытать игровой процесс в совершенно новом формате. Тем не менее, как и ожидалось, режим от первого лица не идеален и может привести к возникновению некоторых ошибок и глюков. Но, в общем, для погружения это обязательный мод, особенно для тех, кто уже прошел игру. Сообщество Counter-Strike Global Offensive нашло очередные следы, условные Counter-Strike 2. Есть мнение, что вот-вот запустят новую версию игры на движке Source 2. Возможно, появление файлов новой Counter-Strike в Dota 2 связано с тем, что игра построена на базе одного движка, Source 2. Это не первый раз, когда в одной игре Valve находят следы другой. Ранее сообщество Counter-Strike Global Offensive натыкалось на упоминание новой Counter-Strike о NVIDIA. Ходят слухи о скорой бете и последующем запуске. Якобы новинка заменит прежнюю CS GO. Впрочем, официальные лица Valve уже отметили, что скины из CS GO сохранятся и в новой версии игры. Да и проект в целом следует рассматривать скорее как порт игры на новый движок. Ну а теперь перейдем к нашей постоянной рубрике «Цирк с конями». Впрочем, сегодня тут не будет ничего веселого. Ведь в сообществе Elden Ring наступили темнейшие времена. Оказалось, что FromSoftware совершила фатальную ошибку, когда создавала одну из архитектурных моделей. Парень под ником LiveX обратил внимание на то, что зазор между парой и опор – 110 пикселей. Но в одном случае он очень сильно отличается. Оказалось, что зазор составляет 141 пиксель, то есть примерно на 28% больше. Открытие очень болезненно восприняли перфекционисты. Elden Ring стала неидеальной игрой и теперь все воспринимается иначе. Некоторые же подошли с юмором, ожидают длинных роликов с разбором причин, почему зазор именно такого размера. А также предположили, что это точка входа в дополнение Shadow of the R3. А на этом у нас все. И теперь самое время переместиться в комментарии и поделиться вашим мнением об услышанных новостях. Конечно же, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и со всей силы бить в колокол. Оставайтесь с нами, дальше будет только интересней. Субтитры сделал DimaTorzok